здравия только что пришел в почте пришла мне посылочка от федора пришел мне ножку the force джекей достаточно интересный нож необычный hultaforce меня раньше никогда не было с ними не сталкивался у меня таскать первый опыт общения с такими ножами ну и пользуясь случаем хочу сделать небольшой обзор обзор тогда немножко позже для начала первый тест как бы сразу же первое испытание только пришел нужно приготовить ужин заодно так сказать хозбуд тест сейчас проведем ну и покажу вам через это все вы почистим картошку порежем мясо посмотрим как нож в работе сразу же но потом уже более подробно рассмотрим сам нож что он из себя представляет так ну и первый тест на чистку картошки хозяйственно бытовой там не только в походе это в лесу достаточно часто случается нам нужно почистить картошку для меня крайне важный более важный аспект это чтобы ножом было удобно чистить картошку нежели там чтобы он выглядел красиво замечательно чистить картошку небольшое лезвие короткой держать удобно руки лежит хорошо увидите что чистит очень хорошо снимает тоненькую корочку кожурку нож прямо только что с почты только что его развернул хотел сохранить интригу до последнего момента не разворачивать не удержался открыл посмотрел картошку почистили попробуем порезать нашли ну понятное дело что в походе таким образом пашку резать мы не будем мне нужно нарезать кубиками вот резать уже получается хуже толщина опухола ножа 3 миллиметра из-за этого видимо он не режет он ломает скорее поэтому как бы немножко ну я так думаю что это не очень страшно в походе либо условиях ситуации выживания полетела все мы конечно же нарезать картошку кубиками ну и что у есть что мы сумели забыть мы это нарезать кубиками не будем скорее ну точнее там может быть какими-то не кубиками просто дольки построгая мне просто сейчас нужны кубики как говорится когда я не до хорошего тогда я не до хорошего вообще нож картошку например не режет а скорее производственная так сказать травма задел чуть-чуть очень острый нож немножко задел порезался но не страшно более важный интересный момент для нас сейчас попробуем как нож будет резать есть чудный кусок мяса так смотрим отлично мясо нож режет я не точил конечно я ничего учесть не делал я просто достал из посылки распечатал и пользуюсь без особых усилий практически не нажимая спокойно очень острый нож для мяса очень хороший вес просто замечательно очень равны грубо говоря а мы сейчас с вами попробуем как этим ножом удобно ли разделывать животное и сюда животные будем разделывать кошку конечно кошку мы разделывать не будем видим что мясо режет замечательно то есть без всяких усилий это очень хорошо просто песня попробовать бы конечно на мороженом еще на тот случай если вдруг зимой что-то резать придется я думаю что будет ничуть не хуже нож очень острый и так пока мой ужин готовится есть немножко времени и рассмотрим более подробно нож как говорится в деталях что он из себя представляет нож повторюсь еще раз прислал мне его Федор за что ему большое спасибо ссылка на Федора под видео вот нож из себя представляет нож небольшого размера общая длина у него 208 миллиметров 20 сантиметров грубо говоря вот пластмассовые ножны раньше у меня никогда не было ножей с пластмассовыми ножнами поэтому они особого как бы доверия не вызывают но в принципе выглядит все достаточно прочно надежно вот крепление единственный минус тут сразу же наблюдается на ремень они крепятся достаточно сложно как я прочитал в интернете для хулта форс есть специальное крепление для ремня для всяких разных инструментов то есть она продается отдельно его нужно докупать но тем не менее можно тут если постараться то можно на ремень надеть его все таки вот на ножнах также присутствует упор для пальца для того чтобы одной рукой вынимать нож кстати говоря держится он в ножнах достаточно прочно чтобы его вытряхнуть оттуда нужно сильно постараться вот чтобы вытащить одной рукой есть упор для пальца вот таким образом кроме того внизу сделано отверстие для слива воды это важно потому что клинок у ножа из углеродки углеродистой стали то есть он подвержен там коррозии всевозможной вот клинок 94 миллиметра то есть небольшой клинок толщина обуха 3 миллиметра но для меня немножко толстовато это конечно картошку не режет он например ломает только что можно было это видеть но и тем не менее небольшой клинок рукоять выполнена из сверх прочной какой-то там пластмассы очень удобная округлой формы с упорами с двух сторон упор и массивная надежная в руке лежит очень удобно в руку берется то есть не огрызок какой хотя нож сам небольшой рукоятка под руку сделано очень удобно и как это все будет как он будет строгать там например палку нужно будет еще попробовать это у нас будет дальше все но пока вот так повторюсь еще раз углеродистая сталь какая-то японская я сталях не разбираюсь единственное вот как бы меня немножко смутило спуске у него сделаны по краю я предпочитаю когда у ножей спуске от обуха мне так больше нравится ну и толщина обуха еще расскажу немножко не по мне но в целом в руке лежит очень удобно рассматривается он мной и вообще в принципе как нож для бушкрафта нож для выживания конечно не выглядит он как крутой нож рэмбо ну в общем то это и ни к чему это на самом деле рабочий нож так он позиционируется я думаю что мы все это попробуем проверим посмотрим как он будет себя вести в лесу в ближайшее время с ними но пока вот так вот шведский танк но нож хулта форс джекей спасибо федору еще раз за то что предоставил возможность кстати говоря цена ножа это 430 с чем-то рублей то есть недорогой нож рабочий вот пока показывает себя замечательно единственная год у меня вызывает немного сомнения ножны но это тоже в процессе как бы работы дальше там посмотрим попробуем как это все себя поведут ну вот пока все ближайшее время ожидайте обзор из леса ходовые испытания в ближайшие выходные съезжу попробую как он себя покажет в лесу все всем спасибо все свободны спасибо за просмотр!